Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и Цитата Свободы. Подкаст для тех, кто хочет поменьше времени проводить в соцсетях. Два раза в неделю я пересказываю вам самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютьюба. Этот выпуск посвящен новым спорам о Большой войне России и Украины и конфликту Сергея Шнурова с Ксенией Собчак. Россия продолжает стягивать границы Украины войска. Теперь она размещает их уже и в Беларуси. Некоторые западные СМИ со ссылками на анонимные источники в спецслужбах называют нападение неизбежным. Немецкое издание Bild даже опубликовало целый план захвата Украины России, который подразумевает в том числе установление нового марионеточного правительства и превращение Украины в полицейское государство. По образу и подобию лукашенковской Беларуси, где всех недовольных отправят за решетку. Этот план даже у украинских комментаторов вызывает некоторый скепсис. Комментирует на своем ютуб канале журналист Тарас Березовец. Я не говорю о том, что это версия о вторжении, о создании Союзного государства, а обязательно реализуется. Я просто хочу сказать, что на столе у российского руководства и российской разведки настолько много вариантов лежит различных, в том числе абсолютно маразматичных, что не исключаю, что и такой вариант, который предполагал это создание фейковой рады, фейкового правительства, он был вброшен. Возможно, он даже был разработан не разведкой, какими-то персонажами из российской тусовки. Вполне возможно, что его принес какой-нибудь депутат Госдумы, оно где-то там циркулировало, попало, валялось на столах без всяких грифов секретно. И потом кто-то его там действительно мог начать серьезно рассматривать в разведке. То есть к чему я веду? Что вся эта история вполне выглядит абсолютно не тухлой, а реалистичной. То есть это не похоже на вопрос, это похоже скорее на то, что просто какой-то один из вариантов, который рассматривала российская разведка и вообще российские агрессоры, он вполне мог быть и он мог попасть так или иначе в руки немецкой разведки. Рассматривать его серьезно в нынешних условиях, я скажу, я скептично отношусь к этой версии. Тем не менее, обстановка настолько наколена, что агентство Bloomberg вывесило на сайте заголовок «Россия напала на Украину». Правда, потом извинилась и объяснила, что это был заранее заготовленный на худший случай заголовок, который опубликовали на сайте случайно. Это так потрясло Глеба Павловского, что он отступил на заготовленные 20 лет назад патриотические позиции. Вот уже месяц США ведут войну с Украиной от имени России. Виртуальная прокси-война, где медианапалмом выжигают мозги европейских аудиторий, а заодно украинцам. Прокси-война ведется прицельно, в деталях с публикацией массы карт и аэрофотоснимков. На фоне американской атаки Кремль впервые выглядит голубем умеренности. Удивительно даже, что Москву не удалось спровоцировать. Залпы не начались, танки не двинулись. Журналист Кирилл Шулика тоже считает, что США стравливают Россию с Украиной. Кстати, а вообразите, если бы Russia Today написала, что США напали на Кубу или Венесуэлу. Вот уж пыль столбом бы стояла, а Bloomberg просто ошибся, бывает. Теперь вы правда видите, кто на самом деле нагнетает и хочет войны. Кому выгодно затолкать Россию с Украиной войну? Такое вообще впервые в истории происходит. Если такое пишут блогеры, которые до сих пор пользовались репутацией либеральных, то что уж говорить о государственниках? Не преклонен прокремлевский комментатор Сергей Марков. Идет борьба за умы, борьба политических языков, борьба нарративов. Запомните, никакого конфликта России и Украины не существует. Это все пропагандистские нарративы геополитических критиков России, то есть США и Евросоюза. Те, кто говорят о таком конфликте, они продвигают пропагандистский язык критиков России. Наш нарратив, у России есть проблема в отношениях с режимом в Киеве, который находится под внешним управлением. И у России конфликт со страной, которая осуществляет это внешнее управление, то есть с США. А с народом братской страны у России нет конфликта. Мы братские народы. Даже многие в обеих странах считают, что мы один народ. Так именно считает Владимир Путин и десятки миллионов людей вместе с ним. Оппозиционер Владимир Милов не отрицает, что конфликт есть, но не верит, что у Кремля есть планы полномасштабного вторжения. То, что российские войска стянуты к границам, по его мнению, не более чем инструмент шантажа. Они действительно расположены вблизи Украины, но в стационарных военных базах. Что это значит? Это значит, что содержать там войска достаточно дешево, и Путин может гонять их туда-обратно постоянно. То есть, вот мы видим, что наличие таких стационарных военных баз, оно создало им такие удобные условия для шантажа Запада. Вот пригнал 10 тысяч или 20 или 30 тысяч войск в Погоново или в Ельню, и все, на Западе возникает паника, завтра вторжение, а Путину это ничего не стоит. Таким образом, это вот не войска у границы Украины в прямом смысле слова, но они действительно могут быть использованы для нападения. Еще раз подчеркну, важное преимущество для Путина здесь в том, что это очень удобный механизм для шантажа. Войска можно так гонять и держать там постоянно, затраты на это небольшие, зато все пугаются возможного вторжения. О том, зачем могло бы понадобиться вторжение, рассуждает политолог Кирилл Рогов. Чего гипотетически хотел бы добиться Кремль в результате вторжения? Каковы возможные политические сценарии? Установление пророссийского правительства в Киеве в результате вторжения кажется мне маловероятной целью. Этот актив будет очень сложно удержать, хотя дестабилизация в Киеве и, возможно, временное установление такого правительства является, безусловно, важнейшим тактическим элементом. Более основательным сценарием представляется сочетание трех целей. Первое – значительное расширение контроля над восточной частью Украины и создание Новороссии, соединяющей Россию и Крым. Второе – создание на этой основе переговорной позиции для обмена этих или части этих территорий на легализацию Крыма и, возможно, других территорий, как российских. Третье – в случае неудачи таких переговоров, жесткой позиции Запада и Украины, создание ситуации полного дедлока в отношениях к Западам, обеспечивающего железный занавес в культурной и политической сферах и большей части экономических отношений, укрепление антизападничества, как эшелонированной государственной доктрины, своего рода иронизация России. Суть в том, что третий негативный сценарий вполне устраивает путинскую группу. В результате она рассматривает оба исхода дальнейших переговоров, второй или третий, как выигрышные для себя. Она считает, что даже в сценарии номер три ресурсов хватит для удержания ситуации внутри России на период адаптации к новым, гораздо худшим экономическим условиям. В то, что угроза вторжения сохраняется, верит оппозиционный политик Лев Шлозберг. Он записал видеообращение к жителям Украины, которое вышло в прямом эфире ток-шоу «Народ против» на канале «Украина-24». Что бы ни происходило, политики и военные не должны поддаваться на провокации, потому что цель провокации одна – сделать мирное развитие событий невозможным. Будьте бдительны. Искры могут прилететь с неожиданной стороны. Я знаю, что происходит сейчас в политической сфере нашей страны. Все пять политических партий, находящиеся в Государственной Думе России, это партии Владимира Путина. Все они поддерживают так называемую теорию ограниченного суверенитета для Украины. Все они поддерживают признание государственной независимости, криминальных режимов ДНР и ЛНР и поставку им летального оружия. В деле мира, к огромному сожалению, в России надежды на власть нет. Власти во всех своих частях заигрывают с войной и надеются получить политическую выгоду не только от возможной войны, но и от угрозы войны. Я понимаю, как воспринимаются в Украине действия России. Танцы с пушками и ракетами не предназначены для мира. При такой концентрации российских войск около границ Украины сам воздух пропитан запахом войны. Что можно сделать в такой ситуации? В первую очередь надо говорить о мире. Буквально всем. Надо оказывать максимальное общественное давление на инициаторов войны, подтверждая безусловную необходимость мира и абсолютную ценность человеческой жизни. Нашим странам нужна сегодня народная дипломатия как открытая альтернатива дипломатии войны. Нужны публичные обращения с требованием мира, открытые письма, разговоры. И обращения начали появляться, причем совершенно неожиданное. Открытое письмо Кремлю написал известный антизападник, ястреб и национал-патриот, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. Он выступил в разрез с официальной российской политической линией и заявил, что НАТО в данный момент России не угрожает. «Украина имеет право на самостоятельную политику, и нападение на нее, которое, по его словам, готовит Путин, во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства, во-вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами». Конец цитаты. По словам Ивашова, Путин провоцирует войну, чтобы отвлечь население от внутренних проблем. В конце письма Ивашов требует от Путина отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, и предлагает президенту уйти в отставку. В соцсетях этот текст вызвал настоящую бурю. Твиттер тетя Роза. «Сегодня утром меня чуть не хватил удар. Агрессивный, упоротый империалист, генерал-полковник Леонид Ивашов, эталонный, дистиллированный мракобес, выступил против агрессивной политики Путина. Скажите мне, что я не брежу». «Аббас Галямов». «Ивашов — это вам не Стрелков Гиркин. Это для патриотического лагеря фигура, можно сказать, знаковая. Он геополитикой занимался и против расширения НАТО на Восток выступал еще тогда, когда Путин и слов-то таких не знал. Тот факт, что в своем заявлении Ивашов практически неотличим от либерала, событие, если и не знаковое, то как минимум незаурядное». «Начали появляться предположения, что Кремль этого так не оставит». Матвей Гонопольский. «То ли у меня галлюцинации, то ли ястреб Ивашов действительно это написал. Думаю, за это он получит не двушечку, а значительно больше. Найдут статью на его статью». Многие оппозиционеры считают, что выступление Ивашова — это признак того, что военные в целом считают путинскую авантюру чрезмерно опасной и не поддерживают Кремль. Об этом говорит, например, Андрей Пянтковский в стриме на канале Марка Фейгина. «С гордостью говорю, что я рад, что я с этим патриотом России. Мы буквально одни и те же вещи говорим. С разных идеологических позиций мы говорим о том, что эта война угрожает самосуществованию России, что ведет ее преступный режим, ничего общего не имеющий с интересами России. В России складывается на наших глазах совершенно еще неделю назад невиданная вещь — общенациональное антивоенное движение. То есть люди абсолютно разных точек зрения и с разными возможностями. Вот помните другой исторический эпизод вторжения в Шест-Словакию. Семь человек вышло на Красную площадь на демонстрацию протеста. И тогда очень хорошо сказал кто-то из лидеров «Пражской весны». Теперь я могу сказать, что у нас есть семь аргументов не ненавидеть русских. Украинцев сейчас уже сотни и тысячи этих аргументов. Обращения, протесты против войны подписали уже тысячи людей. И вот такие разные направления антивоенного движения, как классическое такое антипутинское, и вот сейчас сопротивление военных. Но оно было глухим, как бы за сценой. Они позволяли себе какими-то репликами во время телевизионных шоу. И вот тот же достаточно постоянный участник этого шоу, полковник Ходоренок Михаил, он опубликовал прекрасную совершенно статью. И не где-то, это тоже показательно, не в каком-нибудь сайте, а в «Независимое военное обозрение». Это приложение к «Независимому газету», это, пожалуй, наиболее читаемый в военных кругах орган печатный. Где он, если обращение Ивашова носит, скорее, такой и правильно политический характер, то он анализирует эту безумную операцию с точки зрения военного эксперта. И вот Ходоренок – это такой генштаб генштабович. Это мейнстрим. Если про Ивашова можно сказать, что он был заместителем начальника генштаба, он генерал полковник, но все-таки он как-то в политическом спектре давно известен как резкий оппонент Путина и как бы маргиналом считался. Ходоренок написал то, что думает каждый генштабист сейчас занимающий. И как вот с таким идти на войну невозможно с такой ситуацией, когда против тебя весь генштаб, и не только высказывает по-аренбурговски почтительно такие вопросы, а нельзя ли подумать, не навредить ли вам, а резко наотмашь. Оба, и Ивашов, и Ходоренок, они критикуют власть наотмашь. Один с военной точки зрения, и другой с политической. Это совершенно новое явление. Ну и как-то я испытываю... Исходите гордость за страну, которая несколько недель назад казалась мертвой. Власти тащат на чудовищные преступления, которые погубят страну, и все молчат. А сейчас мы видим, какое широкое антивоенное поднимается. И это самое важное. Многие комментаторы считают, что не обязательно быть либералом, чтобы выступать против большой и кровопролитной войны. Твиттер RedCat. Госпропаганда сейчас пытается выставить Ивашова маргиналом, но Ивашов совсем не маргинал. Типичный советский военный державник, каких у нас в армии пруд-пруди. Скорее всего, такой же точки зрения придерживаются многие высокопоставленные военные в нашей стране. Логику Ивашова объясняет Роман Попков. А я вот ничего удивительного не вижу, потому что варился в красно-коричневой тусовке всю молодость, и хорошо ее знаю и помню. Как человек, знающий и помнящий, отмечу, что вообще-то для всего русского патриотического движа 90-х война с Украиной была абсолютным табу. И это при том, что они, конечно же, считали и распад СССР, и независимость Украины страшной трагедией для себя. Но страшнее независимости Украины для них была только одна вещь – война с Украиной. Потому что это братоубийственная бойня. В этом плане даже заигрывания с темой Крыма-Севастополя, хотя и имели место в красно-коричневой печати, но считались тонким льдом, мол, лишь бы не было войны с Украиной. Так что Ивашов просто реакционер, верный старым патриотическим принципам – не допустить крупномасштабной войны с Украиной. Осталось только дождаться, когда генерал-полковник Ивашова объявят иностранным агентам, пособникам Навального, террористам и экстремистам, пишет в Твиттере. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. От новостей политических перейдем к новостям чего-то вроде культуры. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров обидел Ксению Собчак песней под названием «Шмарафон». В этой песне он не только многократно сравнивает Ксению с лошадью, но и намекает, что сына Платона в браке с Максимом Виторганом она родила от другого мужчины. Ксения Собчак не осталась в долгу и ответила Шнурову постом в Инстаграме. Сережа, милый старый хрен, молодость не вернешь, и со стареющего тела папилломы не выведешь. Но дар еще можно постараться возродить. Просто слизь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того шнура, выпей хорошенько, и талант вернется, уверена. Конечно, ты не Вови, не Мэнсон и даже не Лепс, но черт возьми, ты шнур, это тоже марка. Так что или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо, как шнур. А пока ты не шнур, а шнуровка на чужих ботинках. Видео, ответ Шнурову опубликовал и Максим Виторган. Ну ты что, реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой он или не мой? Ну ты серьезно, чувак. Блин, ну мы с тобой знакомы там сколько, 20 лет или около того, да? Я видел тебя в разных состояниях и ситуациях. Я еще помню времена, когда ты был впереди отряда на боевом коне. Я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак, потому что там было много потенциальных покупателей твоего марафона под названием «Ленинград – лучший корпоратив». Ну блин, ну ты же был хулиганом нашего поколения, ну ты во что выродился-то вообще? Давай постарайся как-то стареть, если некрасиво, то хоть чуть-чуть с достоинством. Хулиган на подсосе. Ну вот тут мальчик Платон, 5 лет, из Москвы тебя спрашивает. Дядя Шнурик, ну ты дурак, а? Нынешний муж Ксении, Константин Богомолов, тоже не остался в стороне. Он написал пост с отрывком из фильма «Собачье сердце», в котором Шариков играет на балалайке, и с таким текстом. Я вообще не смотрю на случай Шнурова, как на человеческую ситуацию. Мы в лице Шнурова имеем уникальный случай вживую следить за трансформациями Шарикова. Когда-то созданный из неизвестного животного путем пересадки гипофиза, он превратился усилием неведомого питерского мага в человека, а став человеком, испытал позыв к творчеству, как к высшему проявлению человеческой природы. Лай обратился в пение, что многое объясняет в мелодике и ритмике группировки. Но то ли законы биологии неотменимы, то ли гипофиз был внезапно удален, неизвестно. Однако пение снова обрешается в лай, а лицо обретает признаки дегенерации. Тут не только отказ от алкоголя, как пишет Ксения. Тут человек возвращается в обезьяну не метафорически, а буквально. Давайте смотреть на это не осуждая, не возмущаясь, а научно. Не призывая несчастное животное сохранить человеческий облик, а просто фиксируя в тетрадке, как будет расти на лице шерсть, как будет распадаться речь и, наконец, как забудет наш герой, на чем носят очки. А то, что со Шнуровым произошла какая-то странная трансформация, пишет и журналист Илья Жигулев. Шнуров у меня уже давно вызывает недоумение. Не знаю, где его нам подменили. Видимо, Матильда настоящего Шнура взяла с собой, а нам оставили какую-то чудовищную пародию. Но чтобы прям так, послушал песню про Собчак, и прям совсем неловко право за него. Про ребенка еще он серьезно. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов не готов занимать в этом конфликте чью-либо сторону. Об этом он заявил на YouTube-канале и глянул Грэм. Я дружу и со Сергеем Шнуровым, и с Ксенией Собчак. Вы что мне прикажете делать? Вот я дружу, в чем и с семьей, да? Я дружу и с мужем, там, с женой. Что мне прикажете делать? Я делаю вид, что я оглох и ослеп. Понимаете, там идет обмен инвективами. Я предпочитаю, вот если я бы попал в такую ситуацию, я бы точно в публичную не пошел. Потому что есть обвинения в продажности у одного и другого. И это неправильно. Если у вас есть доказательства, предъявите их. Вообще, очень много всяких обвинений в журналистике стало. Мы точно знаем, что его купили. Покажите. Вы чего? Засняли. Вы посмотрели счет. Вы увидели, что человек больше расходует. Нет, мы так думаем. Ну, думайте. Я старомодный. Я сторонник журналистики. Факта, а не фантазии. Но большая часть комментаторов определилась довольно быстро. И неожиданно для себя поддержала Собчак. Максим Литаврин. Сергей Шнуров – человек невероятного таланта. Никогда не думал, что кто-то заставит меня встать на сторону Собчак. Сергей Пархоменко. Удивительную гадость сделал этот Шнуров. Впрочем, он в последнее время, кроме гадостей, ничего и не делает. Не может. Совершенно очевидно. Ровно сегодня мне написал один американский знакомый с вопросом, что я думаю про RTVI, его нового креативного босса и надо ли ему иметь с этим каналом дело. Но вот я и так знал, что ему ответить. А теперь могу это сделать с еще большей убедительностью и в еще более крепких выражениях. И еще. Максим Витарган – поразительной доброты, обаяния и деликатности человек, не теряющий оструемия ни в каких обстоятельствах. Это всегда было хорошо видно, а тут еще раз можно убедиться. Ксении Собчак хочется в этих обстоятельствах выразить солидарность. Хотя я отлично понимаю, что она и без моей, и без всей нашей солидарности оборвет этому Шнуру много чего, что на нем зря болтается. По мнению многих комментаторов, Шнуров еще легко отделался. Бажина Рынска. Есть проступки, за которые вызывают на дуэль. Тут задета честь и Собчака, и Витаргана. Ждем публичного вызова на дуэль. Или на драку до первой крови. Кирилл Шамсудинов. Вообще, конечно, эпиграмма Шнурова такого содержания, что за нее при феодализме могли лишить жизни. Я имею в виду ту часть, кто на кого похож. Но там поднимался вопрос о чести. Здесь сами видите, какая история. В последнее время Сергей Шнуров увлекся сатирой на злобу дня. В прошедшем месяце он успел высмеять введение паспортов ФНИД для футбольных болельщиков и раскритиковать губернатора Петербурга Беглова за плохую уборку улиц. Журналисты тогда писали, что клип Шнурова с критикой Беглова был снят по заказу Евгения Пригожина. Об этом рассказывал на канале редакция Алексей Пивоваров. Сразу появилось сложное объяснение. Ролик может быть частью информационной кампании, которую развернул против губернатора Александра Беглова бизнесмен Евгений Пригожин, известный еще как «Кремлевский повар», за то, что его ставленникам не дали места в ЗАГСобрании. Внимательные наблюдатели проследили связь Пригожина со Шнуровым, напомнив, что последний писал музыку к фильмам, которые спонсировал бизнесмен, про частные военные компании и про фабрику троллей. Шнуров немедля принес покаяние, записав песню-сиквел с таким названием и рефреном «Я теперь люблю Беглова, Питер – самый чистый город». В общем, те, кто помнит Сергея талантливым музыкантом, озадачены и разочарованы. Денис Яцутко. Что-то Ленинград развернулся прямо вовсю ширь со своей песенной публицистикой. Что ни день, то песенка с кустарным клипом из говна и палок. Оно, в общем, веселенькое, но настолько одноразовое, что даже непонятно, зачем они это вообще делают. Твиттер каля-баля. Какие же отвратительные песни выпускает Шнуров сейчас. Это какой-то ад для ушей и глаз. А я, чтобы на его концерт сходить в 2012-м перед армейкой, последние деньги отдавал и орал, как в последний раз. Другие утверждают, что всегда считали лидера группировки «Ленинград» конъюнктурщиком. Сергей Медведев. Удивляют сейчас люди, которые сокрушаются о Шнурове. Типа, был когда-то настоящий Шнур, который рвал и зажигал, а сейчас, как подменили, лижет задницу власти, шестерит упригожина и сходит говном в соцсетях. А мне кажется, что никакого настоящего никогда и не было. С самых первых альбомов мне слышалось в этом мате и надрыве чудовищная фальшь. Так бывает, когда пятиклассники из хороших семей курят, сплевывают и матерятся, изображая из себя шпану. Было ясно, что все это постановка. Яйца, табак, перегары, щетина. Игра на невзыскательную публику, дешевая сублимация. И офисный люд, стонущий под гнетом звериного российского капитализма, повелся на этот спектакль, рванул галстуки и заорал «Давай, Серега, скажи за нас за всех». А Шнуров был циничным и ловким манипулятором, сделав карьеру на священных для русского человека вещах – водке, мате и дебоши. Но в душе оставался гниловатым и трусоватым мажором. Так что о чем тут сокрушаться, право не знаю. Начитавшись в критике свой адрес, Сергей Шнуров решил объяснить, зачем он оскорбил Ксению Собчак. Все выговорились, успокоились. Теперь минуту внимания, и я объясняю, зачем сделал этот клип. Шмарафон. Да, меня раздражают такие, как Сеня Анатольевна. Типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других. Типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им все позволено. И вот, пользуясь ее же журналистскими приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям, к неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью, да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна. Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке. Вам не понравилось, когда так с вами. Понимаю, потому что это правда мерзко. Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не вашего сословия. Которая красной ничью проходит сквозь блистательную жизнь барыня. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад. Но на самом деле Шнуров и Собчак принадлежат к одному слою. Который нынче по недоразумению считается культурной элитой. В то время как настоящих интеллектуалов нынешние власти в грош не ставят. И в этом их главное отличие от тех, кто управлял Россией в былые годы. Такое мнение высказал в своей авторской программе на радио «Комсомольская правда» журналист Сергей Мордан. Вот вам новость из жизни российской элиты. Те, кто скажет, что есть настоящие элиты, а эта элита не настоящая, вы сами себя-то не обманывайте. Это и есть самая настоящая элита. Люди богатые, успешные, которых принимают в так называемых приличных домах. С которыми считают за честь ручкаться, общаться. Люди при власти, люди при деньгах. Так что это и есть жизнь нашей элиты. Поэтому вот я всякий раз испытываю какое-то чувство неловкости. Мне вроде бы и хочется, как бывшему советскому интеллигенту, поговорить о чем-нибудь хорошем. О новой книжке, о новом хорошем фильме не для всех, хотя нет таких фильмов. Снимается мусор один бесконечный. Но я понимаю, что это все неактуально. Русская культура даже вот в своем финальном изводе, таком деградировавшем изрядно, я имею в виду сейчас советскую культуру, там литературу, театр, живопись в меньшей степени, кино. Но вот сейчас от этого не осталось вообще ничего. Нет никакой русской культуры. Нет никакой русской интеллигенции. Ну, доживает какое-то количество людей, которых общество считает за лузеров, за ничтожных пустых личностей, чье мнение совершенно никого не интересует, не важно. Оно не интересует ни общество, ни власть придержащих. Такого не было никогда в России. Для нынешних культуру заменяет Шнуров и Собчак. Ни до чего хорошего это нас не доведет. Вот это на самом деле символ глубокого одичания России. А совсем не митинг грозным, я вас уверяю. Многие комментаторы пишут, что были бы рады ничего не знать ни о всех перечисленных выше людях, ни о подробностях их склуг. Твиттер и столик-алкоголик. Хочу, чтобы Сергей Шнуров, Ксения Собчак и Александр Беглов записали совместный альбом, уехали с ним в тур по Австралии и Новой Зеландии, стали там мега популярными поп-идолами и больше никогда обратно не возвращались. С вами была Аля Пономарева и Цитата Свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него в вашем любимом приложении и советуйте нас друзьям. До скорой встречи! Студия подкастов «Радио Свобода»